Приветствую вас. Разобраться в градации чувств не так просто на самом деле, потому что каждый человек по-своему их испытывает и по-своему их переживает. Поэтому, чтобы ответить вам на ваш вопрос, я предлагаю исходить из определенной системы отсчёта, которая помогла бы нам с вами что-то опереться в дифференциации любви и привычки. Значит, давайте для начала скажем так. Что такое любовь? Любовь – это когда человека любишь. Когда человека любишь, и мы сейчас говорим с вами, я надеюсь, вы понимаете, мы сейчас с вами говорим исключительно абстрактно. Нам это нужно для того, чтобы лучше понимать, с чем мы имеем дело. Когда человека любишь, то хочешь, чтобы у него всё было хорошо. Когда человека любишь, то хочешь, чтобы у него всё было замечательно. Когда человека любишь, то, грубо говоря, отдаёшь. Вот это вот, пожалуй, самая центральная тема любви. Когда любишь, то отдаёшь. Прямишься делать человека счастливым, вне зависимости от того, где он, с кем и так далее. Но без вреда себе, что также является очень важным условием. Без вреда себе. Любовь – это когда ты готов делиться с человеком тем, что у тебя есть, и примите себя, наполняйте его, своей энергией, что-то делать для него и так далее. Это любовь. Некоторые говорят, что любовь – это когда нельзя, или когда ты не можешь не дышать без человека. И, пожалуй, в этом аспекте я вынужден не согласиться с теми, кто это говорит, по той простой причине, что невозможность дышать без человека – это очень сильно напоминает зависимость от него. Поскольку любая зависимость – это плохо, опять же по общей системе отсчета, то, когда не можешь дышать без человека, это уже не есть хорошо, это уже не есть любовь, это уже не есть какие-то серьезные, я бы сказал, независимые чувства. Это именно зависимость. Далее. Безусловно, привычка играет очень важную и большую роль в отношениях между людьми. И вполне вероятно, что мужчину вы уже не любите, если вы не хотите делать его счастливым, если вы не испытываете волнения при его виде. Причем волнения не в плане того, что вы что-то можете получить для себя, а именно в плане того, что перед вами любимый человек, можно ли что-то для него сделать, там, обнять, там, поцеловать и так далее. То есть, что-то дать ему. Соня – это просто привычка. Это потребность. То есть, во сне, ваше подсознание генерирует вам проявление вашей потребности. В мужчине, в том, что он вам давал, в том, что вы вместе делали с ним и так далее. И со временем это, безусловно, уйдет. Вы написали такую, на мой взгляд, важную вещь, что расстались вы с мужчиной по его инициативе. И поскольку вы расстались с мужчиной по его инициативе, то я подозреваю, что по этой причине, по причине того, что вы расстались с мужчиной именно по его инициативе, вы надеетесь, ну, или надеетесь, или надеялись, или до сих пор не понимаете, например, почему так все произошло. То есть, почему мужчина от вас ушел, почему мужчина вас бросил, с чем это вызвано, с чем продиктовано и так далее. Вполне вероятно, ситуация именно такова. И тогда получается, что все чувства, которые вы испытываете, берут свою природу вне понимания поведения вашего мужчины, вне понимания мотивов его, вне осознавания для себя причины его поступков. И чтобы избавиться от, ну, каких-то вот негативных аспектов, чтобы избавиться от переживаний, вам нужно для себя объяснить, почему он так себя повел. И, возможно, если вы поймете, в чем причина его инициативы, если вы до конца осознаете свои потребности, может быть, которые у вас, безусловно, есть, Вот, осознав свои потребности, вы получите шанс наконец успокоиться и перестать испытывать какой-то негатив от того, что он вам снится. Вот, в принципе, те направления работы, которые вам желательно бы провести либо с собой самостоятельно, Либо, ну, собственно, либо с помощью психолога. То есть вам здесь уже самой нужно решать, какой вариант вы выберете. С психологом, конечно, было бы проще, легче, но не всегда это получается, не всегда это позволительно, не всегда есть возможность. Я это понимаю, поэтому говорю вам о том, чтобы вы сами подумали и выбрали удобный для себя способ, удобный для себя вариант, такой, чтобы вас устроило. На этом, в принципе, все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личку, помогу вам. А если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!